Предоставляем слово следующему докладчику из Санкт-Петербурга, доктору Маковкин, о микроактивных моря OneUse+, неограничительной невозможностью в решении сложных рефракционных проблем. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, я с фирмой моря, конечно, не знаком столько, сколько ей 200 лет. Знаком с ее продукцией только с 2000 года. С 2000 года я выполняю операции с помощью микрофератонов моря с различными моторами. Вот 10 городов, в которых я работал с этими моторами. И в семи из них мне приходилось работать с последней моделью, то есть с продольными автоматическими микрофератонами OneUse+. Конечно же, надо сказать, что с 2000 года произошла большая эволюция моторов фирмы моря. Было применено много инновационных решений. И если когда-то я начинал с моря M1, это продольный полуавтоматический и достаточно проблемный все-таки был турбинный микрофератон, то позже, конечно же, когда появился ротацион автоматически, это был значительный прогресс, значительный шаг вперед. Появились одноразовые головки вместо одноразовых лезвий. Следующим этапом, конечно же, появился последние годы, это продольный автоматический микрофератон. И его, ну, как бы, усыщенная версия СБК 90 микрон. То есть субоуменную энкертамилиоз можно проводить при помощи тонких, при помощи головок, которые дает очень тонкий роговичный лоскуфер. Но частично Лариса Владимировна остановилась уже на преимуществах продольного автоматического микрофератон в сравнении с M2. Я, может быть, где-то повторюсь, что-то, может быть, еще дополнительное скажу. То есть при работе с продольным автоматическим микрофератоном, СБК 1 НС+, более стабильна толщина роговичного лоскута, меньший перепад толщины, то есть и низкообразность. Безопасно применение на крутых роговицах. Здесь можно брать любую кривизну роговицы. Баттон-холлов не бывает, никогда не видел баттон-холлы на протольных микрофератомах. На ротационных такое бывало. Возможно выполнение операций в самых сложных случаях. То есть это большая стигматизма, крутая роговица, микрофератонная, макрофератонная. Тут, возможно, очень много, скажем так, анатомия головы, анатомия глазниц, придатка в глаз. За счет большой линейки вакуумных колец и за счет конструкции самого микрофератона можно решать любые проблемы. Возможно проводить коррекцию высоких степеней аномалий и фракции. Но это, прежде всего, связано с тем, что возможно проводить очень тонкие роговичные лоскуты в планете. И, возможно, конечно, применение тонкой и ультратонкой роговицы. Высокая прогнозировка толщины роговичного лоскута. Ну, если говорить о тонкой и ультратонкой роговице, можно здесь отдельно еще сказать. Проблема выполнения операций на таких роговицах – это получение роговичного лоскута гипрогнозированной толщины. То есть, если мы получаем толстый лоскут, то, соответственно, у нас какие результаты. То есть, невозможно проведение эксимерлазерной абляции, либо необходимо снижать объем лечения, ну, либо возможность получения послеоперационных отдаленных осложнений. Нам гарантированно нужно получать тонкий роговичный лоскут. Микрокератон в англус-плюс СБК позволяет, дает нам такую возможность. И хотя производители микрокератона моря рекомендуют выполнять операции при минимальной толщине роговицы 500 микрон, ну, лично я выполняю такие операции, от 450 микрон. Осложнений, естественно, не было никогда. Ну, немножко остановлюсь еще на толщине роговицы. Есть определенная зависимость толщины роговичного лоскута от толщины роговицы. Ну, и, соответственно, когда мы применяем СБК, в англус-плюс, мы используем в основном все-таки на тонких, на средних роговицах, но на толстых нам нет такой необходимости, да и лоскуты будут получаться, скажем так, несколько развещённые. И на тонких роговицах отклонения, в общем-то, минимальны. Их можно сравнить с фемтосекундными лазерами. Ну, фемтосекундные лазеры, в основном-то, толщину формирования флэпа у фемтосекундных лазеров у 90 микрон, 90 и выше пошли. То есть на 450 мы получаем лоскут 85 микрон плюс-минус, там, 7 микрон. 500 – это 100 микрон плюс-минус 10 микрон. Очень хорошее значение, указанные отклонения, получаем толщину роговичного лоскута от планирования, сопоставимы с работой фемтосекундных лазеров. Ну, конечно же, можно сравнить работу микрокератома, бандрюс плюс, СДГ, с работой фемтосекундных лазеров. Я работал в различных клиниках на трёх фемтосекундных лазеров. И в целом, если говорить, какие преимущества у микрокератома перед трёх фемтосекундных лазеров? Ну, первое – это, конечно же, высшие возможности применения при анатомических особенностях строя и чилипопередатых лазеров. То есть самый сложный случай здесь можно выполнять. Микрокератомом мы можем подлезть в вагонное кольцо, поставить в вагонное кольцо куда угодно. То есть не было таких случаев, когда нельзя наложить вагонное кольцо. В фемтосекундных лазерах есть проблемы. Там может быть либо затруднение, в общем-то, все знают, кто занимается реферационной хирургией, что подвести голову фемтосекундных лазеров к глазу достаточно проблематично. И не всегда это возможно. Пользователи знают, что иногда приходится даже при работе с фемтосекундным лазером уходить от него и переходить на микрокератом. Также выше возможность смещения зоны формирования ноговичного лоза относительно римба. То есть в некоторых ситуациях, когда мы проводим операцию по поводу гиперметропии или посмешанных эстегматизмов, нам нужно сместиться чаще всего в носовую сторону, уйти. И при фемтосекундном лазере, в работе с фемтосекундным лазером, часто это бывает, ну скажем так, невозможно или затруднительно, потому что сложно мешает рим. И большие, конечно же, возможности для расширения диаметра логовичного лоскута. При помощи микрокератома моря можно получить большие зоны для, соответственно, последующего воздействия эксимерного лазера. То есть это особенно актуально при гиперметропии, при смешанных эстегматизмах, при прямых эстегматизмах. Здесь я уже отдельно хотел бы сказать о разнообразии вакуумных колец в моторах моря, МОЛИС+. Собственно говоря, многие проблемы решаются за счет вот этого разнообразия. Другие микрокератомы производители микрокератомов не имеют такой большой линейки. И, соответственно, другие микрокератомы не имеют таких больших возможностей. Базовыми, конечно же, являются это металлические многоразовые вакуумные кольца. В стандартный комплект входят 4 кольца, минус 1, 0, плюс 1, плюс 2. Ну, пользователи знают. И, ну, соответственно, вот кертометрия, в общем-то, ну, широкая достаточная линейка. Здесь от 39 диоптей кертометрии до 46 мы можем использовать эти вакуумные кольца. Остальные вакуумные кольца, это уже, ну, скажем так, дополнительные. Дополнительные кольца можно применять. Но я все-таки остановлюсь на каждом отдельном. Ну, вакуумные кольца с овальным отверстием. Собственно говоря, это инновация. Инновация это была, наверное, лет 6, не знаю, сколько уже прошло, с момента первого применения овальных отверстий. Все мы знаем, что роговица, она не является, собственно говоря, крупной. Чаще всего роговица несколько шире по горизонтали, чем по вертикали. И, соответственно, для таких глаз более физиологичным является применение овального кольца, которое, собственно говоря, повторяло бы концентрично, ложилось бы вокруг, как говорится, глаза и повторяло бы форму лимба. И такие овальные, вот такие кольца с овальными отверстиями, они впервые появились, единственные у кого нет, появились это у фирмы «Море». Металлические многоразовые вакуумные кольца, есть плюс один, плюс два, плюс три, с разной высотой посадки, их очень удобно применять. Впервые в России мы, в общем-то, их использовали пять лет назад. Нам они очень понравились, и я фактически, ну, в большинстве случаев отказался даже от круглых металлических колец. Вакуумные овальные кольца с овальными отверстиями гораздо удобнее для меня. В сравнении с вакуумными кольцами с круглым отверстием, они намного меньше пересекают капилляры верхней особенной части органицы. За счет более высокой высоты ножки они меньше приучения вероятности полного среза. В сложных случаях, связанных с большим астигматизмом глаз, когда, собственно, глаз достаточно неправильной формы, сам глаз, а горится глаза, они более плотно прилегают. Фиксация идет более плотная посадка на глаз. Ну, и, в общем-то, есть особенность, что диаметр роговичного волоска, ну, несколько меньше, что необходимо учитывать. То есть на высоких, на плоских роговицах с галеридальным диаметром более 12 мм, ну, все-таки их возможности применения несколько ограничены. Кстати, 5 лет назад на фаракте рефракционной хирургии наш доклад по вакуумным кольцам с овальным отверстием занял первое место среди стендовых докладов. Ну, это для тех, кто интересуется. Таблица оптимального сочетания металлических овальных вакуумных колец и значений стопорных колец. Наша таблица, она отличается от официальной, ну, до моего взгляда, лучшей стороны. Кроме того, есть такая опция, как одноразовые вакуумные кольца с одноразовыми головками. То есть они идут в комплекте. И, соответственно, их использование, используют когда можно. Используются два кольца, основные, скажем так, минус один и ноль. Вот особенно интересное ноль кольцо. Для микрокорны, для крутых роговиц, на роговицах вот со средней кирптометрией 48, вот, они очень хорошо идут, подходят. Там, где не справляются металлические, круглые кольца, то есть выше нужна посадка. У вот этих колец посадка несколько выше. И можно использовать их на таких сложных ситуациях, когда мы рискуем, в общем-то, при помощи микрокоратомов, ну, скажем так, проехаться по лимбу. За счет более высокой посадки получается маленький диаметр лоскута. На микрокорны очень хорошо получается результат. Кроме того, есть специальные кольца, вакуумные кольца для большого диаметра роговицы, как пластиковые одноразовые, так и металлические одноразовые. Вот. И это можно использовать для таких нестандартных ситуаций, когда очень большой диаметр роговицы. То есть есть определенные национальности, или попадаются пациенты, но большие роговицы, то есть результатный диаметр может быть 12,5-13,5-14 мм. И нам нужна, когда широкая зона, мы хотим, допустим, да, особенно если гиперметропия или какой-то астигнахизм сложный, вот как раз это для тех случаев. Очень хорошие результаты дают, очень большой получается флэр, самый большой, больше нигде не видел, это работа с разными гиператомами, на 7-секундных лазерах, такого большого диаметра флэпа нигде нельзя получить. Ну, собственно говоря, вот это основное. И мотор OneUse+, микрофилатома моря, имеет ряд преимуществ, то есть перед более ранними моделями микрофилатома моря и микрофилатома и других производителей. И за счет разнообразия видов вакуумных колец позволяет учитывать анатомические особенности глаз пациентов и решать самые сложные рефракционные проблемы. Ну и целесообразен, конечно же, выбор OneUse+, при сложных рефракционных ситуациях, связанных с возможными затруднениями при апланации роговицы головой сетки эфекта скудного лазера в различных анатомических особенностях страничей по придаткам глаза, глазного и яблока. И OneUse+, который применяется в той самой последней модернизации микрофилатома в море, оформляет тонкий органичный лоск, то есть стабильное запланированное толщинник. Абьюи можно, конечно же, применять на очень тонких, ультратонких торговицах, либо же для достижения, ну скажем так, для сбережения стромы, для того, чтобы коррегировать максимально высокие степени аномалии фракции. Ну, собственно говоря, работа его, конечно же, приближается к работе фертосекундного лазера. И во многих ситуациях я считаю, что OneUse+, SbK даже предпочтительнее, чем фертосекундный лазер. Все, спасибо за внимание. Большое спасибо. Будут ли вопросы? Спасибо. Продолжение следует...